Следующая пара презентаций у нас будет по поводу здоровья. И первая будет нам говорить о информации по России и не к нам другим странам. И вторая будет говорить, собственно, об адвентистской вести о здоровье. И мы бы хотели начать с молитвы. Наш Господь, еще раз мы приходим перед Твой трон благодати. И мы молим, чтобы наши сердца преклонились пред Крестом. И чтобы Ты проводил работу в наших сердцах, которую нужно провести. А перед тем, как Иисус вернется. Мы благодарим Тебе за Его имя. Аминь. Я бы хотел прочитать пару стихов из книги. Четвертая глава книги-притчи. Начиная с двадцатого стиха. Сын мой, слава моим внимай. И крича моим, преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих. Храни их внутри сердца Твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела Его. И с этими словами мы посмотрим на некоторую информацию. В 1999 году почитали, что средняя длительность жизни по миру увеличилась до 63 лет. А с 45 лет записана в 50-х годах. Россия, к сожалению, в ней одна из самых низких продолжительностей жизни в современном индустриальном мире. А средняя продолжительность жизни в России для мужчины 61,5 лет. Для женщины 73,9, почти 74 года. И для среднестатистического россиянина где-то 67,7 лет. И вчера я спросил, ну как долго живут русские люди? И кто сказал, ну где-то лет до 70 в среднем, правильно? Но адвентисты дольше живут, правильно? С 2000 года средняя продлительность жизни, ну ожидание таковое, упала на 15 дней. В то время как продолжительность жизни для женщин увеличилась на 2 месяца. Специалисты по демографии и по здравоохранению, да, они говорят, что основные факторы этих чисел – это высокое употребление алкоголя. И также психологический стресс из-за экономических передряг и неизвестности будущего. Также широкое распространение курения. И я заметил, что в России очень много молодых ребят курят. Сложно идти по улице и не слышать запах сигарет. И я заметил, что в магазинах и в других местах есть много рекламы сигарет, где красивые девушки и здоровые парни курят. Но у каждого человека курящего что-то происходит внутри, что в итоге его убьет. Другая причина – это из-за того, что у людей очень плохие привычки по здравосохранению. В частности, вот, как люди ездят на автомобилях. Также у россиян не очень здоровая диета. И общее отсутствие физических упражнений. Я нашел пирамиду еды для России где-то в интернете. И в этой пирамиде есть много хороших вещей. Внизу вот говорится, что мы используем много злаковых. Там написано, что мы используем овес, рис, пшеницу и так далее. И это очень неплохо. И что бы могло помочь россиянам – это добавить орехи и семена. Но в общем и целом основа нашей диеты неплохая. Там, где мы кушаем фрукты, там написано только, что, ну, в основном мы кушаем сухофрукты и чернослив. Туда было бы неплохо добавить больше свежих фруктов. Но я заметил, что в современной России у вас в магазинах есть фруктовые отделы, где достаточно много фруктов. И это хорошо. Now, with the meats, there are several that, I think, should be eliminated. Мясо употребляется достаточно много, и некоторые я бы лично вычеркнул из российской диеты. Естественно, все свиные продукты. Икру бы вычеркнул. Да, и колбаса тоже бы вырезал. Да. Колбаса, колбаса. И самая верхняя часть нашего треугольничка, то, что мы должны кушать изредка, а там, к сожалению, люди кушают неизредка, и есть такие вещи, как сало. Водка. И я бы сказал, что этот последний треугольничка... Квас. О, это пиво. Не совсем. Он бы и квас вырезал, потому что там есть небольшой процент спирта, алкоголя. У него даже там написано «квас», а в скобочках «мини-пиво». Но 7-дей адвентисты не используют эти вещи. О, вы будете удивлены. Адвентисты не пьют квас? Некоторые пьют. Некоторые адвентисты не пьют квас. Некоторые, они не пьют. О, некоторые, они не пьют. Да. А-а-а. Как он говорит, я ему объяснил, что в квасе там где-то максимум полпроцента алкоголя, он говорит, да, говорит, там совсем немножко яда. А они не знают, что такое кефир. Это мы знаем, что такое кефир. В йогурте спирта нет. Я ему рассказал, что в кефире есть полпроцента спирта, он подумал, что не будет он больше его пить. Нет, нет. Так же мы в этой верхней части видим сметану, масло, сыры там должны быть. В небольших количествах это очень неплохая диета. Наука говорит нам, что чем больше времени проходит, тем больше мясные и молочные продукты становятся все больше и больше подвержены разным заражениям. Особенно это видно в Америке, в США. Я просто не знаю, что происходит здесь, если честно. Мы знаем, что в некоторых рыбах, в лососе, допустим, очень часто они подвергаются заражениям ртутью. Поэтому даже если мы принимаем эти вещи в пищу, нам нужно знать, откуда они пришли и что там происходит. Потом, значит, у нас тоже очень неплохой кусочек, посвященный овощам. И мы кушаем неплохо, но все равно людям нужно основывать свою диету на фруктах и овощах. А вот здесь у нас пищевая пирамида из Дальнего Востока. У них тоже основа очень много используют, особенно риса, макаронных изделий, хлеба и далее по тексту. Также используют много овощей в своей диете, так же, как и фруктов. Молочные и кисломолочные продукты у них не обязательно в диете, кто-то их использует, кто-то нет. И в самом-самом верху этой пирамидочки у них есть то, что они кушают изредка, это мясо, а некоторые азиаты кушают, может быть, раз в месяц мясо. А рыбы также у них ежедневная еда, но тоже, кто-то ее ест, кто-то не ест. Также у них ежедневно используют фрукты, а также всякие бобовые и орехи. Это пирамиды, которые мы видели, это были традиционные пирамиды в США, а сейчас их изменили. Это вот, как новая эта пирамида выглядит. И также они добавляют, что для здорового образа жизни, помимо того, чтобы кушать правильно, нужно заниматься взрослым как минимум полчаса, а то и больше в день посвятить физическим упражнениям. И это несколько дней в неделю. Для детей нужно проводить физические упражнениях или нагрузки как минимум 60 минут в день. В США многие дети сейчас идут исследования, оказывается, они просто целый день проводят практически перед телевизором. И поколение, которое сейчас подрастает, у них будет очень много проблем со здоровьем, когда они будут старше. И если человек уже толстый, то ему нужно от 60 до 90 минут в день для того, чтобы как минимум не прибавлять в весе, а в лучшем случае и терять его. И с точки зрения диеты, когда они говорят о злаковых, они говорят, что хотя бы половина злаковых должны быть... Нерафинированные злаки. Нерафинированные злаки. Цельные, да. Овощи, которые поедают, советуют правительство США, они должны не только определенный объем, но и варьироваться. Ну, больше всего их варьируют по цвету. Там зеленые, красные, такие-сякие. Я вижу, что вы очень часто употребляете самые разные овощи по цвету. Фрукты также нужно кушать самые различные. Кто-то предложил кушать фрукты, менять их там по цвету радуги, красные, потом оранжевые и далее по тексту. И эта разнообразность в цвете также даст нам разнообразные... Дальше мы идем, подходим, что большинство, вот эта вот тоненькая желтая полоска жиров, большинство этих жиров, их должно быть мало, но большинство из тех, которые мы едим, должны быть из рыбы, орехов и растительной жиры. Но, как вы видите, несмотря на это, всего жиров, вот эта желтенькая полоска должна быть очень маленькой, то есть немного жиров. Поэтому нужно быть осторожным и есть слишком много жиров. Мы должны ограничить себя, говорит правительство США, в употреблении твердых жиров, типа масла, маргарин или сала. От себя он еще добавил, что сала вообще не нужно кушать. Также мы должны употреблять очень малое количество насыщенных жиров и соли. Также еду, которую мы выбираем, должна содержать очень маленькое количество, а лучше вообще недосодержать добавленных сахаров в нее. Молоко и молочные продукты, употребляемые в пище, должны быть либо с пониженным содержанием жира, либо вообще обезжиренные. Для того, чтобы получить достаточное количество белков, люди могут кушать фасоли и бобовые. И если вдруг люди кушают мясо, они должны избегать жирных кусков, постное мясо, и стараться не жарить в масле. Здесь мы видим пирамиду еды вегетарианцы. Значит, наша основа опять это хлеб, в частности, из цельного зерна, злаки, макаронные продукты и рис и прочее. Along with rice groups. I didn't mention rice. Then the fruit groups, we should eat two to four servings per day and eat a generous amount. Фрукты мы тоже можем кушать в больших количествах, каждый день два-четыре кусочка фруктов. Дальше мы идем вверх по пирамиде, здесь уже поменьше нужно кушать бобовые, орехи и прочие мясозаменители. Их нужно есть спокойно, в небольших количествах. Как самая верхушка, самое маленькое количество еды, мы должны кушать растительные жиры, сладости и какие-то очень соленые закуски или что-то в этом роде. И их нужно кушать совсем изредка. Теперь мы спускаемся вниз, с другой стороны. Значит, здесь у нас кисломолочные продукты, желательно обезжиренные или с низким содержанием жира. Еще бы хорошо, если бы они были с добавленными витаминами, и их можно кушать изредка. И опять спускаемся еще ниже. Последняя наша группа – это овощи. Кушать их достаточно много, от трех до пяти раз в день. И мы вернулись к нашей основе – хлеб, злаки, зерно, рис и макаронные изделия. И у меня сложилось впечатление, что вы кушаете много хлеба именно из цельных зерен, не рафинированные, да, там, крупы, мука. А еще внизу я добавил воды. В день мы должны выпивать от шести до восьми стаканов воды. И это позволит наше тело быть увлажнено. Один из лидирующих причин смерти в России – это инфаркт миокарды. В 2007 году из примерно 50% всех смертей, или более одного миллиона, это люди умирали от разрыва сердца, от инфаркта. Специалисты говорят, что алкоголь, употребление больших количеств алкоголя, дорожной аварии и рак забирает где-то полмиллиона жизней в год по России. Мы опять смотрим на продолжительность жизни для мужчин 61,5 лет, для женщины почти 74 года, ну и в среднем по России 67,7 лет. Для сравнения, в США для мужчины средняя продолжительность жизни при рождении 76 лет. Для женщин это 81, и в среднем 78 лет. В США наблюдается интересная тенденция. Каждый год ожидания средней длительности жизни в США вырастает где-то 2 или 3 месяца, каждый год. И этот рост в каком-то смысле похож на рост средней жизни для женщины в России. С каждым годом длительность средней жизни увеличивается. Женщины, как правило, живут дольше мужчин, но средняя длительность жизни у мужчин в США, она потихонечку догоняет среднюю длительность жизни женщин. И в частности из-за того, что женщины все больше и больше курят и пьют. Женщины в США в большом количестве начали курить лет через 20 после того, как мужчины это начали делать. И в следствии этого у женщин все чаще и чаще появляются заболевания, которые раньше были более мужскими. В частности, рак легких и инфаркт и инсульт. И основная причина того, что средняя продолжительность жизни у мужчин догоняет женскую, это не потому, что мужчины лучше живут, а потому, что женщины курить начали. И также мы продолжаем тему того, что мужчины догоняют женщины. Женщины в некоторых частях США складывается впечатление, что мужчины догоняют женщин посреди продолжительности жизни из-за того, что у женщин вырастают случаи смерти от диабета, сахарного диабета, рака легких, эмфизимы и отказ почек. И все эти заболевания, их рост можно проследить с повышением количества курящих женщин. И очень четко прослеживается то, что женщины через несколько десятков лет после того, как мужчины в большом количестве курили, они начали курить. И вот сейчас они платят за это. Еще одна причина, почему мужчины догоняют женщин, потому что эпидемия... Не знаю, по-русски сказать правильно. Поправьте меня, если я не прав. Эпидемия ожирения, правильно? Совершенно верно, спасибо. Эпидемия ожирения среди женщин. Лишний вес, да. Если все будет продолжаться так, как оно сейчас происходит, женщины потеряют то, что они живут дольше мужчин. И это, как бы, тенденция, которая началась в середине девятнадцатого века, тенденция, что женщины живут больше мужчин, она начинает немножко сползать. Хорошо, вернемся в Россию. Средняя длительная жизнь для мужчины 61,5 лет. Для женщины почти 74. И в середине почти 8 лет. А почему я возвращаюсь к этим цифрам? Потому что у адвентистов должна и есть эти цифры, они намного выше. И, насколько я знаю, в России так же, как и в США. В США это однозначно выше. И я верю, что мы, используя вот это служение, можем достучаться до каких-то людей. Мы можем научить людей, как они могут жить лучше и дольше. Социальные эксперты и эксперты, которые мы видим сегодня. Социальные эксперты и эксперты в здравоохранении, они все соглашаются, что традиционная российская проблема употребления большого количества алкоголя является причиной низкой... Да, 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 да. И в частности, как приводят пример, что в 87-м году, во время сухого, практически сухого закона Горбачевского этого времени, средняя длительность жизни мужчин повысилась. Повысилась. Средняя длительность жизни в 84-м году была самой низкой с 60-х годов. Это было 61,7 лет, почти 62. Средняя длительность жизни для мужчин и женщин зашла до 65 лет, а средняя для мужчин и женщин зашла за 70. Официальная статистика говорит, что две основные причины смерти, это первое, это сердечные заболевания, как мы уже говорили, где-то 50% всех смертей. А после этого идет аварии и несчастные случаи, а после этого рак, использование наркотиков и суицид, самоубийство. Здесь мы выйдем в схему населения России, как оно уменьшалось с 1992 года по 2008, по январь. В 1992 году население России было 148,5 миллионов людей. К январю 2008 года наше население было где-то, согласно этому графику, 142 миллиона. Согласно нашему описи населения, в 2002 году население было 145 миллионов, 166 тысяч с копейками. 106 миллионов из этих людей проживали в четырех европейских федеральных районах, а почти 40 тысяч, 39 миллионов, в трех, ну, за Уралом, короче, да, восточной. Now, as of January of this year, of 2008, Russia's population declined to 142,000, about 143,000, sorry, 143 million. 142 million. Pardon me? 142 million. Да, согласно Российской службе статистики, государственной службе статистики, население на 2008 год на 1 января было 142 миллиона людей. And I got this from these sources, from both, I can't read the third one. Да, ссылки там были на... I got it off the internet. Да, ссылки с интернета, вот третий он даже сам прочитать не может, но мы можем. Now, government measures to halt this crisis was a key subject and topic of President Putin's 2006 State of the Nation address. Some of you may remember that. В речи Владимира Путина в 2006 году, вы наверняка помните, он говорил о том, что правительство будет принимать меры для того, чтобы остановить этот демографический кризис. Как результат, была разработана национальная программа для того, чтобы это падение прекратилось к 2020 году. И какие-то результаты мы уже наблюдаем на сегодняшний день. Now, here is a vegetarian food pyramid. One of the reasons I'm bringing this to you, I think this is an area where we as Seventh-day Adventists can help the majority of the Russian people. Whether it's a vegetarian diet, or to help people get good exercise, drink water, and some of the principles that we've come to expect, you know, among Adventists. Это может быть, мы можем помочь как с улучшенной, может быть, вегетарианской диетой, так и с физическими занятиями, водой и так далее. Принципы, которые мы знаем, принципы здоровой жизни. We can be a blessing to our neighbors, or it can be cities, or towns, or whatever. Мы можем быть благословением нашим соседям, нашим городам. One of the things that we find in America that people are interested in is cooking schools. В США, одно из вещей, которое мы знаем, люди очень интересуются, это школы готовки вкусной и здоровой пищи. Showing people how to eat healthfully. Да, они помогают людям узнать, как можно относительно просто готовить вкусную и здоровую пищу. Now, this is the advantage that we have as Adventists, and that includes Russians, Americans, whoever, wherever, wherever there are people that are practicing the Adventist health style, they're living longer. And that's why I believe that Adventists in Russia are living longer than the average population, just like it is in other parts of the world. We can expect to live four to ten years longer than the average, than the general public. You already got that? Okay, you're faster than I am. Adventists in general, we have an advantage over the general public, probably because we eat more fruits and vegetables. У нас просто есть преимущество над среднестатистическими людьми, наверное, потому что мы кушаем больше овощей и фруктов. Когда я рос, я был маленьким мальчиком, у нас вообще практически не было фруктов в нашей семье и немного овощей. Когда я стал адвентистом, я ел такие вещи, о существовании которых я даже не подозревал до этого. Да, обширная различная еда – это очень хорошо расширится горизонт. Адвентистский стиль жизни включает в себя диету, которая основана в основном на растительной пище. Постоянные физические занятия и упражнения. И, естественно, неупотребление спиртных напитков, кофеина и наркотиков. А также большой причиной является то, что мы не курим. Кстати, еще одна вещь, которой мы можем помочь очень многим россиянам. Многие люди курят, и если мы можем помочь им бросить курение, это для них также будет благословение. И также мы стараемся поддерживать здоровый вес. Он говорит, я не видел очень много русских людей, которые с избытком веса. А в США эта проблема очень обширная. И также часть адвентистского стиля жизни – это доверие Богу, вера в Бога. Было подсчитано, что люди всех вер, которые постоянно ходят на религиозные службы, у них у всех намного меньше заболеваний в жизни. И многое основано в том, что люди доверяют Богу. И сейчас мы вернемся к нашему стиху, который мы читали в самом начале. Сын мой, слова моим внимай, и крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. И на этом мы закончим словом молитвы. Господи, мы благодарим Тебя за эту весть о здоровом образе жизни, который Ты нам дал. И мы молим, помоги нам помогать другим этой вестью. С той мыслью, чтобы привести их к Иисусу. Когда они уверены, что эти принципы здоровой жизни помогают им, их сердца и разумы открываются для Евангелия. И дай нам мудрости и понимание, как нам делать все эти вещи. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.